Рецепт Рецепт Более узкие, да, равномерные Такие Более удобные, красивее они в итоге Получаются. Для начала нам нужно Очистить От копки Шкурку я не чищу так красивее И просто вот так вот Нарезаем Полосочками Сейчас я покажу Так Вот так вот Баклажан наш так вот так будет удобней вот такими тоненькими полосочками мы нарезаем где-то плюс-минус 5 миллиметров пол сантиметра вот так вот сильно тонкие не надо потому что они обжариваются потом будут сухие или сгорают вот примерно вот такой толщины достаточно чтобы было были мясистые потому что вы знаете когда они жарятся они пускают свой сок воду втягивает себя очень много масла и становятся такие маленькие тоненькие и жирные напитанные маслом поэтому нам нужно чтобы были вкусные мясистые вот такие вот в 5 миллиметров самый идеальный вариант вот так вот нарезаем дальше все кстати вот это вот краешек я очищу от кожуры чтобы у меня получился вот примерно такой вариант вот видите получился вот такой вот ломтик тоже готовый продолжаем все также ровно нарезаем заливаем баклажанчики водой и хорошенько засыпаем солью примерно 1 столовой ложки примерно вот здесь у меня количество соли и прикрываю я большой тарелочкой чтобы они не всплывали остались под водой все оставляем примерно на 15-20 минут этого будет достаточно сливаем воду под проточной водой снова их промываем хорошо от лишней соли и будем жарить так пока баклажаны стоят водички соленой у нас есть время приготовить начинку для начинки нам понадобятся помидоры черри у меня можно обычные помидоры какие есть немножко кинзы вот совсем вот немножко и . соль перец плавленые сырки вот такие вот у меня вышковый сливочные сырки штучки 2 м и достаточно если нет туда добавим посмотрим греческий йогурт можно заменить на сметану на майонез но мне больше нравится с греческим йогуртом больше нежности более легкие воздушные такие получаются не такие жирные и тяжелые зубчик чеснока соль перец соль перец и все начнем для начала не натираем сырочки так на мелкую тёрочку я люблю чтобы нижнее было теперь нам нужно очистить зубчик чеснока 2 попала вот я 2 и сделаю перекладываем сыр в миску и сейчас нужно мелко нарубить зелень туда же я пару веточек оставлю для украшения уже эта смесь пахнет очень вкусно и аппетитно открываем греческий йогурт не хочет вываливаться я полностью всю чашу здесь у меня сейчас скажу 180 грамм можно брать греческий можно турецкий йогурт можно мацун брать тоже очень вкусно будет из легких таких вариантов потому что майонез сметана конечно они калорийные и тяжелые хорошенько перемешиваем немножечко подсолим и поперчим слегка эту начинку уже сейчас как какую-то закусочку как салатик можно кушать или просто мазать на хлеб очень вкусно в общем это готово теперь нам нужно порезать наши помидорки черрики на 4 части вот на такие тоненькие дольки если вы у вас обычные помидоры большие то тоже желательно их порезать вот такими тоненькими продолговатыми дольками чтобы их легче было завернуть рулетики в общем наша начинка готова ждем баклажаны будем их жарить а затем заворачивать баклажаны уже готовы их можно уже жарить я достаю сразу самую сковороду которая у меня есть ставлю на разогревание чтобы сразу максимально большее количество баклажанчиков можно было поджарить так будет быстрее еще хотела поделиться одним лайфхаком от себя это вообще-то не я придумала это когда-то довольно давно я случайно увидела где-то в интернете но уже даже не помню где честно поэтому будем считать что это мой лайфхак вот так вот смотрите сейчас будем жарить в масле баклажаны каждый раз когда я что-то такое жарю то что не прикрывается крышкой нужно постоянно переворачивать то что брыщит в разные стороны и естественно мне жалко мою плитку то есть не плитку а себя жалко чтобы потом не чистить не заморачиваться вот так вот берем перчевую пленку и заклеиваем вот так вот это поверьте очень эффективно сейчас может это смотрится смешно но потом мы просто снимаем эту пленку жирную и выбрасываем а плитка у меня останется чистая мне нужно будет только почистить столешницу там и саму плиту естественно пленка конечно такая противная вот эту часть особенно то что будет брызгать самый-самый такое на стену я закрыла и меня покажу вам ближе вот посмотрите в так вот я заклеила и у меня будет здесь чистота полезный лайфхак кому интересно можете взять себе на заметку в общем подогревается уже моя сковорода сейчас я надеюсь на масло жарить буду я на домашнем масле подсолнечном у меня здесь есть немножко сейчас подогреем еще маслом нужно еще приготовить бумажные полотенца чтобы сразу их пропитывать у меня там еще курица варится домашнее масло все-таки пахнет совсем по-другому не так как магазины и будем жарить масло уже начинает шипеть и брызгать обязательно посматривайте чтобы они не подгорели если подгорят будет горячить не будет вкусно поможница моя помогать тебе помогать тебе не Мама, горелась. Мама, горелась. Он так жарится. Тебе не больно? Нет. А вот и я. А вот и я, мама. А вот мама. Стоит. А я папа. А кто? Ты папуха? Да. Где твоя сестра? Там, смотрю мультики. Смотрю мультики? Поздоровайся, на тебя смотрят сейчас. Где? В камере подписчики. Скажи всем привет. Всем привет. Так некрасиво. Надо красиво поздороваться. Скажи, я мамина помощница. Всем привет. Как тебя зовут? Скажи. Скажи, как тебя зовут? Не знают, как тебя зовут? Кто ты такая? Девочка. А что ты тут делаешь? Я их делаю. Что? Помогать хочу. Помогать хочешь? Да. Стой, стой, стой. Стой, стой. Мама, стой. 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 А это мои глаза. Глаза? Там твои, да? Да. А где твоя? Не видно. Ну, покажи. Ну, камера сейчас с тебя только снимает. Хи-хи. Я не, не видно. Угу. А я такая маленькая девочка. Да? Ты маленькая? Угу. Или ты большая? Большая девочка, маленькая девочка. Угу. 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 Да. Стой, угу. Мама, а что это ква? Ела. Это чья? Что это ква? А что это ква? Это баклажан. Бадыжьян. А что нам ква делает? Ква-аква это не ква-аква, это шипит масло. А куда? Да. Жарится? Это ква-аква. Да ты не ква-аква ела. А что это не ква-аква? Ты что думаешь, лягушка здесь ква-аква делает? Масло. Масло. Ква-аква. Трещит масло. Нагревается и трещит. Вот это чуть-чуть осталось. Угу. Угу. Бери. Угу. 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 А вот я. А вот козан. И наше баклажан. А вот маленькие руки. Знаешь песню? Влада Седан, баклажан. Слышала? Где ты слышала? Баклажан! Откуда ты знаешь такую песню? Баклажан. Жареные баклажаны уже готовы. Я им дала немножко остыть. Я их промокнула хорошо салфеточкой со всех сторон, чтобы лишний жир салфетка впитала в себя. И вот теперь начинаем закручивать. Смотрите, вот прям здесь я вот так вот беру с маленькой ложечкой. Примерно одну чайную ложечку начинки немного, чтобы не вылазило. Сверху помидорчик один. И вот так вот аккуратненько заворачиваем. Сильно не прижимаем, чтобы по бокам не вываливалось. Вот. Вот и все. Девочки, не ругайтесь там. Как это? Как будто ругаемся. Ругаться нельзя. Сюда можно даже помидорчик вот так вот. Много положила. Можно как вот так ставить, как вот так ложить и так и так красиво. Самое главное, что очень вкусно. Вот такие вот рулетики красивые получились. У нас аппетитные. Посмотрите. Какие нарядные. Такие рулетики можно подавать спокойно на стол гостям. Они очень привлекательно выглядят. Красивые. Украсят любой стол. Тем более готовить их очень легко и просто. Немного времени на это уходит. Немного ингредиентов на это уходит. Поэтому готовьте, пробуйте, кто еще не пробовал такой рецепт. Потому что многие, конечно, знают. У многих свои рецепты. Потому что разнообразия этого рецепта очень много. Ну а я поделилась с вами своим любимым, который мне больше всего по душе, который мне по вкусу. Поэтому ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новом видео. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok